Всем привет! Это Экологический экскурсий в Петербурге. Сегодня поговорим о грибах. В мае грибов мало, и еще нету подберезок и подосиновиков, но уже нет и сморчков и строчков. Но! Есть один гриб, который может стать спасением для грибников. Это вот этот трутовик серно-желтый. Его еще называют бараньим грибом или куриным грибом. Говорят, что его мякоть по вкусу напоминает курицу. На самом деле, не знаю, но в таком формате, в таком виде, только-только появившийся, он обладает приятным грибным запахом и может стать дополнением к вашему блюду с легким грибным ароматом. Это гриб четвертой категории, но ядовитых, похожих на него, практически не существует. Поэтому шансов отравиться каким-нибудь двойником нет. Тем не менее, вкусовые качества, конечно же, далеки от белых и даже подберезоков. Так что лучший способ его приготовить, это сделать из него фарш, ну, предварительно отварив воду слив, как со многими грибами, и добавлять, например, в котлеты. И у вас получатся невероятно вкусные грибные котлеты. Есть еще куча других рецептов, можете поискать в интернете. Ну, правда, всегда предупреждаю, что в интернете многое пишут, особенно про грибы, поэтому лучше читать на специализированных форумах или специализированных страницах. А то у нас в интернете ходит огромное количество всевозможных рецептов и свинушек. Хотя свинушка – это смертельно опасный гриб, и есть ее ни в коем случае нельзя. Ну, а тортовик серно-желтый есть можно, кроме всего прочего, он обладает еще хорошими антиоксидантными свойствами, как и все грибы, которые растут на деревьях. Так что можно немножко поправить какие-то процессы в своем организме при помощи него. Опять же, не рекомендую никогда собирать грибы в парках либо в городе. Слушайте, здесь едет машина, и значит, этот гриб уже впитал кучу всяких веществ. Дело в том, что грибы – отличные фильтраты, они очень хорошо впитывают все подряд. Ну, и, конечно же, выхлопные газы или пыль с какими-то химическими элементами, которые витают в городской среде, они тоже могут впитывать. Поэтому в городе не ешьте грибы, а вот если увидите такое где-нибудь в лесу в мае-июне, можно собрать и приготовить, порадовать себя и близких. Так что можно переждать время, когда никаких других грибов больше нет. Ну, я имею в виду съедобные грибы. Так что такая-то информация об удивительном грибе, который встречается в наших парках. Это были экологические экскурсии в Псербурге. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну и все такое. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok